в юности допустим юность для чего дается человек чтобы учиться учиться жить означает аскезы у меня сейчас около 20 человек учеников ребят молодых они учатся жизни то есть учатся видеть тонкие вещи там учатся жизни они не все из них будут врачи это факт но все из них будут хорошими людьми вот один из них даю сейчас консультации по моим методам там можем кому-то помочь мне там сзади бесплатно если можете попасть туда не знаю тут наверное запись уже так иначе вот посмотрите очень хороший человек почему очень хороший потому что он правильное образование проходит понимаете он учится жизни молодой человек должен учиться жизни он не должен просто проводить праздную жизнь чем занимается большинство молодых людей тем же чем занимался поручий брыжевский так потом что они от этого получают безмозглась одну безмозглость они этого от этого получают и все они теряют самое главное время своей жизни в которой человек способен много чего своей жизни поменять много чего и веды говорят в это время человек когда он еще не устроен жизни когда он еще молод когда у него много сил эти силы надо не тратить не на женщин а на то чтобы получить знания надо развивать себя как личность и самое лучшее в это время соблюдать целебат вот эти люди все они не смотрят на девушек вообще они учатся просто жизни они становятся очень сильными смелыми крепкими разумными всех самые хорошие качества приобретают эти люди благодаря тому что они правильно выбрали свой путь жизни женщина должна тоже быть семейной она должна жить в семье она не должна там уходить куда-то и аскезы совершать она должна учиться быть в семье с молодости учиться служить маме учиться служить папе учиться служить родственникам и так она становится настоящим человеком она приобретает удивительные уникальные свойства качества которые дают возможность ей потом быть счастливой почему девушки не хотят помогать маме ну почему вот девушки не хотят помогать маме почему потому что праздность лень медлительность душа их судьбу а потом уже поздно потому что уже замуж выскочила а готовить мужа не хочу а он меня мучает из-за этого вот и я вот так живу сейчас несчастная из-за этого я а готовить все равно не хочу понимаете систему нет есть силы которые будут нас мучить почему потому что это место предназначено для учебы мы здесь в углу стоим если все было по-другому так сразу тогда человеку бы домой было самое лучшее все он жил бы как надо а он ему дается не самое лучшее а некоторые женщины даже даже это не то что они там скучают дома они просто из дома бегут на работу в институт и там проводят свое время означает еще хуже это вообще не свой путь для них не свой женщина должна силы отдавать личную жизнь а учеба в институте это на втором месте учеба в институте школа для женщин на втором месте личная жизнь на первом туда силу надо отдавать в отношения надо развивать отношения для женщин на первое место приню все остальное на втором девушки кто услышал поднимите руку кто услышал молодцы а кто не услышал поднимите руку тоже молодцы начать честность честность означает здорово теперь описывается что будет павший жертвой без деятельности и праздности сначала встретиться с а потом его ждет презрение жизни презрение ну допустим мужчина его уволили с работы и он работал на какой-то поставленной должности и он приходит домой говорит я работать больше нигде не буду я вот так вот я такой по природе у меня такая природа быть начальником я бы природе начали понимаешь жене говорю поэтому я буду искать такую работу себе все у меня природа быть начальником три года проходит он по природе начальник но сидит дома жена ему кормит что у жены в сердце возникает презрение и он с этим ничего начальник сделать не сможет а потом это презрение возникает в сердцах всех людей которые карта в жизни с ним соприкасаются почему потому что гордость сломала его судьбу был хоть ты начальником хоть ты был там вообще каждый суслик у себя на поле агроном если так разобраться вот каждый суслик все агрономы вот но на самом деле надо просто быть человеком и все вот у тебя допустим нет работы и работы там где берут и все и живи нормальной жизнью спокойно выполнять свой долг перед обществом и будешь счастлив а если тебе суждено быть начальником обязательно станешь если у тебя природа быть начальником не надо беспокоиться об этом это значит что тебя примут таким как то есть обязательно примут сто процентов ко мне один человек подошел говорит у меня природа лекции читать олег геннаджи говорю хорошо читай у меня ко мне приходит 300 человек на лекции что делать игру читать лекции дальше мне же природа читать лекции не стенкам если твоя природа читать лекции ты не будешь думать о том сколько приходит это все равно просто читай свои лекции все мне природа допустим читать лекции как я начал читать лекции мама мне рассказывала три года мы ездили бабушки деревню и по дороге как бы на остановке долгое время пришлось находиться вот она меня поставила на телегу и два часа рассказывал стихи всем все собрались люди вокруг я рассказывал стихи в три года люди собрались и слушали все природа проявилась природа она нами не контролируется вот у человека есть какая-то природа вот он так и действует жизни такая природа но он не должен думать о результате результат не является природой это награда награда вот допустим женщиной у меня природа быть матерью хорошо быть матерью я не могу родить возьми на воспитание не хочу тогда значит не будешь действовать по своей природе останешься одна просто и все если ты капризничаешь хочешь результата значит жизни не будет никакой счастливой я хочу быть старшим руководителем допустим пожалуйста будьте но никому никто не подчиняется хорошо будь подчиненным тогда придет время станешь руководителем почему потому что человек должен просто действовать сначала действовать действие дает возможность человеку повышать свой разум веды говорят что разум человека соткан только из поступков он соткан из слов и мечты поверь мечту поверь мечту поверь мечту скале это не разум разум действует совершает поступки допустим я хочу быть врачом допустим это мечта что нужно делать клизмы почему потому что больше ничего не может делать когда в институте учился на первом курсе меня родители не содержали им за это очень благодарен потому что я понял что надо жить трудом это очень ценное приобретение они мне дали я просто работал дворожим дворником сторожем и у меня появилась возможность работать медсестрой там брака братом я не знаю там мужиков не было вообще там ни женщины наверное медсестрой все таки мне был выбор или больше зарплату получать и работать дворником или ставить клизму меньше зарплат но по своей природе я выбрал клизму и был счастлив потому что я почувствовал что это моя природа ставить клизму соответствии с тем что я могу делать в это время понимаете больше ничего не мог делать но параллельно когда я стал клизма я с людьми общался пытался как-то им помочь словами там и так далее и мне было хотелось там быть с людьми и помогать людям я не хотелось высокого положения занять как врач не захот не хотелось получить большую зарплату врачебную это не означает природа врача природа врача означает помочь человеку я этим занимался и слава богу что господь дал мне возможность вот проявить эту природу в самом начале иногда у людей не проявляется природа самом начале он знает чем заниматься вообще чаще всего так и бывает наше время почему потому что семьи не живут трудом смотрите все это все это общество весь этот мир сейчас как интересно действует смотрите мы приходим домой смотрим телевизор мы трудимся в это время нет мы развлекаемся а какую информацию какая нам разница кто кого в мазамбике изласиловал какая нам разница где произошло там землетрясение это что меняет нам жизнь как-то что-то меняет нашу жизнь существенным образом получите информацию своем ребенке получите информацию о своей судьбе о том что происходит вашей жизни получите информацию о своем здоровье как получить информацию здоровье темно отдел зарядку время зарядки информация придет разваливаю Это означает деятельность, действие, дает возможность человеку жить. Смотрите, наша жизнь как строится. Стирать мы не можем, потому что у нас стиральная машина. В стиральной машине любовь в одежду вкладывать нет? Нет. Что она вкладывает в одежду? Порошок стирать. Мужчины, видите, с болью в сердце как бы заявили. Ну ладно, хорошо. Можно вкладывать в одежду любовь, которая в стиральной машине находится? Можно. Даже когда она просто там находится, женщина может с любовью думать о том, чтобы это белье постиралось с любовью. И оно постирается с любовью. Но она в это время смотрит, мертвый не потеет по телевизору. Самая большая проблема заключается в том, что они никогда не вспотеют. Это многосерийный художественный фильм «Санта-Билиберда» 567 серия. Никакого результата. Это в этом просмотре не будет. Не будет. Смотрите, какая культура, в какой культуре мы живем. Мы живем в культуре, в которой нет результата. Мы смотрим телевизор, читаем книги. Мы что-то делаем в это время? Нет. Есть книги, конечно, вот это не святые, святые. Это уже другой вопрос. Это душевный труд, понимаете? Я разок смотрю, так, я не во мне, нет телевизора, но в интернете иногда появляются там, в Краснодарском крае там залило, там все, потоп, там все, все, жертвы там и все плохо. Это вот в соседнем селе, там недалеко. И мы как раз проезжали, мы ехали когда на фестиваль на очередной наш, мы проезжали мимо этого села и это, посмотрели, что там происходит. И местные жители говорят, да у нас просто село в низе не стоит и всегда, когда дождь, потоп. Да мы нормально, мы уже привыкли так жить. Не хочешь, переезжай, че, какие проблемы? Но есть необходимость привлечь наше внимание, понимаете, поэтому информация гипертрофируется. Но это как бы, я не об этом сейчас говорю. Не о том даже, что это все пустое. Человеческая жизнь не для этого предназначена, чтобы узнать о том, чтобы Мозамбики кого-то изнасиловали. Не для этого человеческая жизнь предназначена, понимаете? А вот с любовью подумать о белье гораздо лучше для судьбы, чем сидеть и смотреть туда, что ничего тебе не даст в жизни, вообще ничего. Кроме осквернения, потому что сейчас по телевизору больше осквернений идет, чем пользы. Есть, конечно, хорошие передачи, это факт. Но их можно отслеживать просто и избирательно смотреть. Но многие люди просто приходят домой с целью посмотреть телевизор, телевизор и начинают вот так вот по каналам. Почему? Потому что жить не хочется. Жизнь означает труд. Когда человек смотрит телевизор, это не труд. Труд — это то, что передает любовь от одного человека к другому. От одного человека к другому должна передаться любовь. Это называется труд. Если мы с любовью стираем, с любовью готовим, с любовью воспитываем детей, с любовью что-то делаем дома, молитва, с любовью совершенная — это труд. У нас, допустим, какое развлечение? У нас, когда выходной день, выходной, знаете, как развлекаемся? Мы тоже развлекаемся, у нас тоже есть развлечение. Мы садимся в 6 утра, ставим изображение человека, которого близкого нашего человека, какого-то, может, старшего, которому сейчас тяжело. Часто в основном изображение старших людей, которым тяжело сейчас жизнь. Судьба как-то действует плохо на них, там, болезни или еще что-то, лишения какие-то. Собирается 30 человек и 2 часа интенсивной молитвы за этого человека. Может быть, этот человек как жил, так и живет после этого. Но у нас жизнь меняется конкретно. У нас жизнь от этого меняется конкретно. 2 часа такой молитвы и столько счастья весь день. Мы потом не знаем, куда эту часть одевать. Ведь человеку счастье вожить очень просто. Ему надо просто понять, в чем является действие, что является действием и что является бездействием. Почитать роман какой-то, это не действие, это бездействие. А сесть и пожелать всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, это действие. Смотрите, вот сейчас, допустим, представьте себя, выйду на улицу, гляну на село, вот мы выходим на улицу, глядим там на Умск, и что мы видим? А должно быть как? Девки гуляют, и мне весело. Почему так у нас сейчас нет? Потому что культура стала другой. Люди не хотят общаться, встречаться, обмениваться любовью. Они сидят и получают просто общение, это называется потребительская жизнь. Потребительская культура, понимаете? Она основана не на разуме. Вот это вот потребление, в нем нет деятельности разума, потому что, чтобы подействовать разум, чтобы подействовал, что нужно сделать? Я вам сейчас объясню. Первый этап деятельности разума всегда один и тот же. Сначала яд, не хочу делать зарядку, потом нектар после зарядки. Не хочу поститься, потом нектар после поста. Не хочу под холодный душ, потом нектар после холодного душа. Не хочу прощать мужа, потом нектар после того, что простила. Первый этап деятельности разума, это всегда нужно приложить внутренние усилия. Нужно понять, что это нужно в жизни, в этом есть необходимость. Но когда действует ум, никакого усилия не нужно. Чтобы смотреть, как 24 дурака бегают за одной кожаной тряпкой, для этого не нужны усилия, понимаете? Просто сел и все. Причем ты себя не контролируешь в это время. Оно все само происходит. Все подпрыгнули, ты подпрыгнул. Все в морду побежали бить, и ты бежишь бить. И хорошо, правда? Вот это означает потерянная жизнь. То есть так человек теряет себя в жизни. Потому что время, предназначенное для счастья, он зря просто тратит. Ведь настоящее трудолюбие начинается не на работе. Не на работе, мои хорошие. Вот смотрите, на работе чем мы занимаемся? Мы просто получаем возможность жить. Вот для чего работа нужна? Она нужна для того, чтобы мы не померлись с голоду, чтобы мы не замерзли в холодную зиму. Чтобы было где пригреть, чтобы было тепло, было покушать. Была как-то возможность жить нормально. Так или нет? Для этого человек трудится. Видите, вы со мной согласились, но многие из вас не так считают. Они считают, что надо не просто квартирка получше, не просто машинка получше, не просто работа получше, не просто денег побольше и так далее. Но тогда, мои хорошие, получается другой результат. Потому что, смотрите, если человек не довольствуется тем, что приходит естественным образом к нему, само собой, это значит, что у него не будет времени, времени на жизнь. Потому что жизнь означает, вот то, что я вам сказал, прийти, попросить впервые в жизни прощения у мужа за все. Впервые в жизни покланяться своей матери и своему отцу. Начнется жизнь сразу с этого момента. Впервые в жизни начать с друзьями говорить не о том, где мы бухали и как, а найти таких друзей, с которыми можно было поговорить о том, как жить правильно. Это тоже жизнь. Честно сказать, с любовью что-то близкому человеку, это жизнь. Сделать зарядку — жизнь. Под похлопный душ встать — жизнь. Кто из вас в проруби купался на крещение, поднимите руки. Почувствовали жизнь, нет? Ух! Но вся система, в которой мы живем, она не способствует настоящей жизни. Эта система способствует тому, чтобы мы с любовью не стирали, с любовью не готовили, время свое свободное, не отдавали служению людям и развитию себя как личности, а просто наслаждались жизнью. Которая скоро кончится и пройдет зазря. Потому что человек не живет для того, чтобы работать на работе. Он не живет для этого. Это нужно только для того, чтобы жить. А жизнь человеческая предназначена вот для того, что я вам сказал. Для того, чтобы молиться, учиться Богу, строить внутренние отношения с близкими людьми, учиться внутри себя почувствовать человека, с которым ты живешь. Потому что тебе все равно его будет, придется почувствовать изнутри. Все равно тебе придется его почувствовать изнутри. Когда? Когда его рядом с тобой уже не будет. Вот когда он уйдет из жизни, ты скажешь, аааа, зачем ты меня оставил? Я еще не смогла понять тебя. Я никогда тебя не любила по-настоящему. Кто испытывает сейчас это чувство? Поднимите руку. Вы согласны со мной или нет? Что когда близкий человек уходит, единственное, о чем мы сожалеем, что мы с ним не объяснили ему о том, как я тебя люблю. И сколько я для тебя хотел бы сделать. И это мы ему не сделали. А хотели. А почему не сделали? А потому что мы не знаем, что такое настоящая жизнь. Настоящая жизнь соткана из поступков, направленных на служение, а не на то, чтобы сидеть возле телевизора, мои хорошие. Хоть там информацию хорошую говорят, как нам кажется. Но вот я выкинул телевизор из своей жизни 15 лет назад. И всю информацию хорошую, о которой вы говорите, получаю на часа-два позже, чем вы. Вот если эта информация действительно стоит того, немедленно докладывается, кто-то скажет обязательно. Потом можно не обязательно телевизор смотреть, можно просто посмотреть в интернет новостях. Это проще, потому что не надо в это погружаться. Прочитал, это гораздо проще, чем слышать и смотреть, потому что там идет воздействие. Есть какие-то новости, они нам нужны в жизни, важные новости. Бывают. Но они приходят само собой в жизнь. Не надо сильно напрягаться, чтобы их получить. Кто со мной не согласен под ним? Помогает уже мне взять лекцию. Если человек не согласен, значит, что это его работа. Чаще всего так бывает. Кто-то не согласен, значит, он так работает. Это его работа, эту информацию получать и делать выводы. Значит, он, ну это его работа, значит, так работает. Но большинство людей это сто лет не нужно знать, кого в магазинбике изнасиловали. Ну сто лет им не надо это знать. Потому что веды говорят о том, что человек должен в своей жизни как можно больше хорошего впитать в том, что происходит вокруг. Потому что вокруг все мрут, как мухи. Это раз. Ширится, растет заболевание. Это два. Если хилый сразу в гроб, сохранит здоровье, чтобы... Тогда это три. Но, но, если человек в своей жизни получает другие новости, что вот этот вот человек помог молитвой другому, вот этот вот человек смог правильно воспитать своих детей, его как бы отношения к жизни. Вот этот вот человек смог понять, что он душа, что он вечный. А вот этот вот человек смог простить. И как он простил, он делится об этом своим знанием. Вот это вот, вот эти новости нам надо знать обязательно. Но по телевизору об этом не показывают. В основном. Иногда показывают, случайно. Можно встретить. Мне приходилось очень часто выступать по телевизору. Когда я начинаю говорить что-то важное, мне говорят, извини, у нас лимит как бы времени в передаче. Мы не можем много говорить на эту тему. Давай следующую. Вот чуть-чуть сказал на одну тему, потом чуть-чуть на вторую, чуть-чуть на третью. Понимаете, это не жизнь. Если ты хочешь что-то сказать, скажи. Но у нас нет времени. Понимаете, этот вид передачи информации не предназначен для чего-то глубокого. Чаще всего, я как бы не в укор, вот Татьяна Тарасова, которая организует мои лекции, она сделала другие передачи. Там есть глубина. Но это бывает редко. Это бывает редко так. В основном, нечего ловить там, понимаете? Нечего ловить. Культура нашей жизни должна быть другой. Если мы хотим, чтобы наши дети правильно воспитывались, если мы хотим развиваться как личности, мы должны понять ценность времени, которая остается после работы. Трудолюбие человека начинаться должно в это время. Ценность жизни после работы. Обычно человек очень сильно устает после работы. Так? Что надо понять, что такое усталость, почему усталость приходит, что это такое? Природа усталости. Веды объясняют о свернении. Потому что от любви человек устать не может. Вот, допустим, люди могут, допустим, во время отдыха с любовью относиться друг к другу весь день. И там и то делать, и в теннис, и туда, и сюда. И никто не устает. Хотя физически работы столько же произведено. Никто не устает. Иногда человек на огороде работает целый день. Он не устает. У него мышцы болят, тело болит. Он счастлив, он отдохнул. Так или нет? Почему же человек душой-то устает? Почему ему телевизор надо смотреть? Он больше ничего не может делать. Ему ребенок подходит, говорит, мама, сказку мне почитай. Что она должна делать? Она вместо сказки должна читать ему священные писания о жизни святых людей. И это будет настоящая сказка, которую потом сделает из него человека. Веды говорят следующее по этому поводу. Смотрите, вы пришли с работы очень осквернены. Сил ни на что нет. Слушайте духовную музыку. И если есть чуть-чуть побольше сил, духовная музыка дает силы. Она действительно восстанавливает человека. Потому что она настраивает на что? На духовную жизнь. Понимаете, люди духовную музыку как поют? Они как служение Богу это делают. Это действие или бездействие? Действие. Настоящее действие. Она дает настоящий результат. Потому что там есть любовь. Там есть вечность. Там есть настоящая жизнь. Послушайте эту музыку. Своей вере. Надо никуда прыгать. Своей вере. Своей культуре. Послушайте эту музыку. И что получится? Появятся силы жить. Дальше что надо делать? Уполнять свой долг. Можно эту музыку постоянно, чтобы она играла. У нас в этом домике, где мы живем с женой, он на двух хозяев. Там за стеной маленькие тоненькие стены. Приехали недавно. Как бы жила просто бабушка. Тихо жила. Потом к ней приехали дети. И там начались шум, крик, драки, вопли, мат и все прочее. И жена знает, что делает. Она ставит духовную музыку к стенке. Жена в студии. Там все переполнено. Там человек восемь, наверное, живет. Тишина в студии. Чего они-то занимаются в это время непонятно. Час музыки нет. Опять. Все. Начинается эта веселая жизнь. Опять музыку ставим. Час проходит. Тишина. Так действует на сознание людей настоящая жизнь. Когда люди любовь чувствуют, им больше ничего не надо. Почему собака водит у соседей? Потому что у нее нет любви. Даже животное это чувствует. Итак, смотрите. Знание дает человеку возможность понять, как ему жить правильной жизнью в той ситуации, в которой он оказался в жизни. Допустим, муж пьяница, работы нет, денег нет, жизнь пошла под откос. Поднимите руку. Кто так живет сейчас? Нет никакого счастья в жизни. Все очень плохо и тяжело. Нет выхода. Скованная жизнь. Все очень ужасно плохо. Есть такие люди здесь? Хорошо. Вот смотрите, что делать. Ваши обычно какие поступки? Вы начинаете, допустим, печень болит, лечим печень. Допустим, запор, делаем клизму. Так? Ну, то есть, какая-то ответная реакция на судьбу есть. Это нормально. Не надо туда вкладывать слишком много силы, потому что это все равно поможет временно. Если судьба тяжелая, значит, она тяжелая. Она будет так действовать. Надо понять, что есть выход, но он другой. В чем он заключается? Надо понять, что есть свои силы. Если бы они были, они бы уже вышли. Потому что у человека есть внутренняя энергия, а есть внешняя, понимаете? Если жена уже ушла, ушла уже жена, ее возвращать бессмысленно. Потому что если бы у тебя была внутренняя энергия на жену, она бы не ушла. А если она уже ушла, значит, внутренней энергии нет. Людей связывает внутренняя энергия. Судьба, в первую очередь, забирает энергию, силы у человека. Силы любить, силы жить вместе, силы быть верным, силы прощать, силы не гневаться. Много-много разных видов сил. Когда судьба плохо действует, она забирает силы, и человек становится обесточенным сначала. А потом развиваются события. Вопрос заключается в том, что делать. Действие очень простое. Надо приходить домой, включать духовную музыку, слушать лекции о том, как жить правильно, которые воскрешают сознание. Надо потом, когда еще больше сил, смотреть. Сначала музыка, которая дает просто песни духовные, которые дают силы. На что тратить дальше? Слушать лекции, которые дают знания. Потому что лекции не послушай, когда сил нет. Но музыку можно послушать. Видите последовательно. Сначала атмосфера человек создать должен духовную. Он должен хотя бы влажную уборку в квартире делать, чтобы все грязью не зарастало. Он должен есть чистую пищу. Он должен с молитвой учиться готовить, пытаться. Если нет, включать духовную музыку во время приготовления. Нет сил молиться. Хорошо, включай музыку. Видите, человек должен, если он не может сам быть счастливым, он получает счастье извне. А если он получил счастье извне, надо не тратить на то, чтобы потом футбол смотреть. А надо дальше слушать лекцию, которая научит тебя жизнь. Когда ты лекцию послушал, и ты почувствовал еще больше сил, сядь и помолись. А вот когда человек начинает молиться, или просто желать всем счастья, если он, допустим, не верующий. Вот тогда начинает меняться уже судьба. И если суждено вернуть все назад, то оно потихоньку возвращаться начинает. А если не суждено, то человеку Бог дает знания. Спокойно, ничего не будет. Надо жить дальше. И у него на сердце спокойствие наступает. Он говорит, хорошо, будем жить дальше. Понимаете, человеку не хватает знания. Человеку не хватает понимания, как ему действовать в этой ситуации. Это все приходит в результате правильных поступков в жизни. Но поступки не означают работать. Трудолюбие нужно после того, как у тебя появилось свободного времени. Сколько у нас жизни свободного времени? Смотрите, до 20 лет мы безмозглые. Ну пусть до 15. Безмозглые. Мы чем занимаемся? Просто развлекаемся. Старость, не радость, нет сил жить правильно. Очень мало сил остается на то, чтобы развивать себя как личность. Остается, допустим, 40 лет. Из них 8 часов спим, 8 часов работаем. Сколько остается? 24 минус 16 сколько остается? 8. 2 часа кушаем. Остается 6. Из них 3 часа надо выполнять свои семейные обязанности. Остается 3. Которые мы смотрим футбол. И зачем тебе тогда нужна эта жизнь? Зачем? Если у тебя всего 3 часа есть на то, чтобы жить, и ты в это время делаешь глупости. Вот это время человек и должен заниматься тем, что всю его жизнь спасет. Веды говорят, чем больше молитв в жизни, чем больше прощения, чем больше любви к близким людям, тем больше этого времени на эту жизнь настоящую становится. Как это происходит, человек не знает. Даже во время работы он может потом всех любить. Даже во время сна он всех любит. Понимаете? Жизни становится все больше и больше. И даже несмотря на то, что внешне все не меняется. Все остается так же, как было. Нас все побросали, работы нормальной нет, но человек становится счастливым.